Добрый вечер! В эфире Тагил ТВ. Новости в студии Александр Мешков. Вначале коротко о некоторых темах пятницы. Тесты на гепатит, ВИЧ, а теперь еще и на коронавирус. Прокуратура проверила, как работает лаборатория, в которую со всей области привозят анализы заключенных. В музей Уралвагонзавода привезли уникальные документы, которые раньше хранились под грифом «Секретно». Это отчеты по испытаниям легендарных танков, инструкции по обслуживанию советских и вражеских боевых машин. Онлайн-марафон по чтению стихов Александра Пушкина задумали и уже подготовили во Дворце национальных культур. Он пройдет в день рождения поэта. Более 45 тысяч сверловчан, по данным Роспотребнадзора, находятся под наблюдением врачей из-за COVID-19. А за сутки в регионе, это уже данные оперативного штаба, зафиксирован 251 новый случай заболевания. Всего с начала пандемии в Свердловской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 6930 человек. В Нижнем Тагиле за сутки 9 новых инфицированных. Всего в нашем городе сейчас 246 заболевших. Сегодня вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге после заседания оперативного штаба заявил, что ситуация с коронавирусом в регионе имеет тенденцию к улучшению. Мы на протяжении двух дней наблюдаем снижение регистрируемых случаев заболеваемости, что, собственно, не является еще долговременной тенденцией, но, тем не менее, все-таки о чем-то говорит. Хотел бы обратить еще раз внимание на то, что мы не снижаем темпов обследований, и количество обследованных остается достаточно высоким в связи с приближением целого ряда крупных мероприятий, общественных мероприятий. Количество обследованных будет только расти. Также в оперативном штабе сообщают, что Свердловские власти выделили около 300 миллионов рублей на дезинфекторы и бесконтактные термометры для детских садов и школ. Деньги распределят между 73 территориями. Соответствующее постановление принято областным правительством. Защитные средства поступят в дежурные группы в детских садах, пункты сдачи ЕГЭ, а также загородные оздоровительные лагеря. Эта работа проводится по поручению губернатора Евгения Куйвышева. Тесты на гепатит, ВИЧ, а теперь еще и на коронавирус. Сегодня прокуратура по надзору за соблюдением законов в бесправительных учреждениях проверила, как работает одна из городских лабораторий, куда ежедневно привозят анализы заключенных из колоний области. Об итогах проверки расскажет Полина Зорина. Давайте посмотрим, как работает лаборатория. Пробирки, шприцы и абсолютная стерильность. Все, как в любой другой лаборатории. Только тут работают с анализами тех, кто трудится или отбывает срок в исправительных учреждениях Свердловской области. Эта лаборатория функционирует с 2012 года. Специалисты выявляют ВИЧ, гепатит В, гепатит С, а с недавнего времени проводят исследования на коронавирус. Специалисты были обучены на портале медицинского образования, получили все необходимые сертификаты, были проведены дополнительные учебы на местах, на рабочих местах с выездом специалистов в Центр гигиены и эпидемиологии города Екатеринбурга. Специалисты лаборатории в среднем проводят от 100 до 200 исследований в день. На коронавирус проверили почти 2500 анализов. Все положительные результаты в срочном порядке увозятся в Екатеринбургский Центр гигиены и эпидемиологии. Чтобы убедиться, что учреждение работает в соответствии со всеми нормами, с проверкой сегодня приехала прокуратура. Сегодня мы проверили обеспеченность лаборатории препаратами, реагентами для выполнения функциональной задачи. Проверили сертификаты медицинских работников, документы, подтверждающие их профпригодность для данной работы. Мы посмотрели в целом, как работает лаборатория. Проверка прокуратуры проводится регулярно раз в месяц. Сегодня нарушений выявлено не было. В регионе идет подготовка к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно пройдет 1 июля. День объявлен выходным. Сегодня председатель избирательной комиссии Средневековской области Владимир Русинов дал в Екатеринбурге пресс-конференцию. 1 июля также предложено провести сбор подписей за присвоение почетного звания «Город трудовой доблести». На такое звание в России претендует 20 городов, среди которых Нижний Тагил. Инициатива провести сбор подписей параллельно с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию принадлежит герою соцтруда Максиму Аваденко из Самары. Так, по его мнению, больше людей смогут отдать голоса в поддержку своих городов. В настоящее время заявки на присвоение звания в Оргкомитет Победа поступили от Нижнего Новгорода, Челябинска, Ижевска, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска. Напомним, федеральный закон о почетном звании «Город трудовой доблести» принят Госдумбой 18 февраля. Звание будет присваиваться российским городам, жители которых внесли большой вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, проявив настоящий трудовой героизм. В таких населенных пунктах будут устанавливать стеллу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента России. 2020 год – столетие отечественного танкостроения. Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения передало Уралогонзаводу уникальные документы, долгое время хранившиеся под грифом «Секретно». Сегодня с ними ознакомился мой коллега Николай Палкин. Вместо грифа «Секретно» на этих страницах теперь штамп «Рассекречено». Здесь – отчеты по испытаниям легендарных танков, фотоальбомы с уникальными кадрами, руководство по обслуживанию как советских, так и вражеских боевых машин. Всего выставочному комплексу «Уралвагонзавода» передано 25 документов. Они все были под грифом «Секретно» многие десятилетия, ну вот с периода войны, даже с довоенного периода, то есть с 30-х годов. И только вот в ближайшие годы они были рассекречены. «Танк Т-35 разработали в начале 30-х. Это первый тяжелый танк в Советском Союзе». «Чем он уникален? Он в серийном производстве был массовым. Пятибашенный танк с экипажем в 11 человек выпускался на Харьковском паровозостроительном заводе, а конструкция, то есть разработка этого танка – это Ленинградское КБ». В отчетах есть фотографии с испытаний танковой брони и прочности сварных швов. Вот танк вброд преодолевает реку, а здесь огромная боевая машина справляется с препятствием высотой в 3 метра. Документы содержат информацию и о других боевых машинах. Например, отчет по испытаниям самого массового танка Второй мировой войны Т-34 и созданного на его базе огнеметного танка. «Здесь представлен уникальный, на мой взгляд, альбом. Отчет по испытаниям 43-го года опытного образца огнеметного танка Т-34. Особенность этих танков Т-34 в том, что они вместо курсового пулемета в носовой части корпуса имели огнеметное устройство». На первой странице некогда секретного альбома фото огневой машины в действии. В атаке танк выбрасывал из дула столб огня длиной от 60 до 100 метров. В годы войны он также выпускался в Нижнем Тагиле. Уральский танковый завод являлся самым крупным в Советском Союзе и одним из крупнейших в мире. За годы Великой Отечественной здесь было выпущено почти 26 тысяч танков. Для сравнения, заводы Германии и ее союзников – Австрии, Чехии, Венгрии – вместе взятые, произвели всего 21 тысячу. Сотрудники музея сейчас изучают все поступившие к ним рассекреченные документы. Жители центральной части города возмущаются, что тротуары и внутриквартальные проезды после ремонтных работ разрушены. Теплосети обслуживают предприятия «Тагилэнерго». В мае после опрессовок и гидроиспытаний на сетях коммунальщики устраняли аварии на теплотрассе на улицах Карла Маркса, Газетной, Пархоменко, Циолковского и проспекте Ленина. «Есть большие претензии к «Тагилэнерго», несмотря что это муниципальное и унитарное предприятие. Они, с одной стороны, выполняют очень много работ, с другой стороны, не соблюдают все требования, установленные действующими регламентами. То есть все работы, которые они обязаны были выполнить по восстановлению этих перекопов, на сегодняшний день констатируем, что не все сделаны». В руководстве «Тагилэнерго» ссылаются на нехватку средств. Специалисты управления городским хозяйством провели анализ по выданным документам и уведомлениям, осмотрели места так называемых перекопов. По всем случаям, налицо нарушение обязательств по восстановлению благоустройства. Будут составлены претензии. В ближайшее время в мэрии намерены провести объезд теплотрасс, где в последнее время аварийные ремонты ввел не только «Тагилэнерго», но и другие организации. Сегодня день защиты окружающей среды, или еще его называют днем эколога. Сегодня министр природных ресурсов и экологии Сырловской области Алексей Кузнецов отметил, что вопросом снижения негативного воздействия на природу в регионе уделяется особое внимание. Цитата. «Область уже научилась работать с ранее накопленным ущербом и с промышленными предприятиями путем заключения с ними соглашений о взаимодействии в области охраны окружающей среды. Сегодня экологическое состояние региона остается стабильным, а по некоторым показателям есть положительная динамика. «Ответственность за состояние окружающей среды сегодня чувствуют все. Поправки в Конституцию, которые касаются обязанности работать над снижением негативного воздействия человека на окружающую среду, сегодня как никогда актуальны и важны». Конец цитаты. Напомним, в прошлом году Нижний Тагил вошел в число 12 российских городов, в которых реализуется национальный проект «Экология». С 2018 до 2021 одним из результатов его выполнения должно стать существенное снижение загрязненности атмосферного воздуха. Экологи ЕвразНТМК занялись капитальной очисткой прутка осветлителя на реке Малая Кушва. Сюда попадают ливневые стоки с комбината, а дальше вода идет в Тагильский пруд. Теперь она будет куда чище. А почему – узнаем из репортажа. В реку Малая Кушва Нижний Тагильский металлургический комбинат сбрасывает сточные воды с ирковых годов прошлого века. В начале 60-х построили на водоеме первые очистные сооружения. Название дали – прудок-осветлитель. «Это механическая очистка, взвешивание. То есть, определенное время вода находится в стоячем положении. Здесь происходят различные окислительно-восстановительные процессы. То есть, осаждение на дно осадка происходит. И вот за вот этот длительный период времени, конечно, осадка накопилась достаточно много. Было принято решение о необходимости чистки этого прудка». Работают над этим с 2013 года. Тогда начали разделять один большой прудок на три малых акватории и соединять их между собой каналами. А дальше один за другим осушали, убирали со дна ил, вывозили его и снова запускали воду. Сейчас чистят третий бассейн. «Мы за счет того, что имеем три каскада, три небольших акватории, в которых резко падает скорость, данного потока идет осаждение взвешенных и вода уже чистая должна будет поступать туда. Мы в принципе данный проект предусматриваем до 85% очистки данной воды от взвешенных, составляющих то, что мы смываем с территории комбината. За счет дождевых вод, за счет снега и так далее». Донные отложения, проще говоря, ИЛ, специально проверяли на химсоединение и определяли класс опасности. «Это делала специализированная организация в Екатеринбурге, Центр лабораторного анализа и технических измерений ЦЛАТИ, и подтвердила, что эти отходы не опасны. У них самый минимальный пятый класс, поэтому для окружающей среды они безвредны». Полностью завершить чистку прудка планируют осенью этого года. Кроме механической чистки, воспользуются еще и биологическими фильтрами. Третий прудок запустят эйхорнию и пистию. Сохранят и угольные фильтры на пуске и сбросе воды. А вообще же чистка прудка на Малой Кушеве – это одно из первых мероприятий большого экологического проекта ЕвразНТМК. Комбинат начал техническое перевооружение оборотных циклов. Задача – максимально снизить сброс сточных вод водоема города и забор свежей воды. И вот каким образом. «Например, вот оборотный цикл отделения непрерывной разливки стали. Мы делаем свои очистные сооружения для чего? Для того, чтобы воду, которая в этом оборотном цикле крутится, так скажем, очистить до показателей, которые устраивают производственников, которые можно использовать для технологических нужд. Там частично взвешенные уберем до какой-то цифры, там нефтепродукты. И дальше мы можем ее повторно использовать в обороте». Первый этап экологической программы рассчитан до 2025 года. Общая стоимость проекта – более 5 миллиардов рублей. Онлайн-марафон по чтению стихов Александра Пушкина впервые задумали во Дворце национальных культур на руднике имени Третьего интернационала. Завтра, 6 июня, в день рождения великого русского поэта, тагильчане будут читать его известные произведения. С продолжением темы Анна Кизилова. «Онегин, добрый мой приятель, родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы или блистали, мой читатель». Сказки и стихи Александра Пушкина читают тагильчане и выкладывают ролики в социальные сети. В преддверии дня рождения великого русского писателя во Дворце национальных культур запустили флешмоб. «И провели два в одном события. Во-первых, у младшей группы коллектива прошел зачет по сценической речи и актерскому мастерству на материале пушкинских произведений, стихи Пушкина читали ребята. И мы сделали из этого такой какой-то ролик небольшой и выложили в нашей группе Дворца национальных культур ВКонтакте. И старшая и средняя группа коллектива, то есть это ребята-подростки от 14 до 18 и там дальше уже 18 плюс до бесконечности. Кто успел, кто смог, у кого хватило средств технических возможностей, прочитали любимые свои произведения Александра Сергеевича». Марафон запустили сегодня утром. В течение всего дня, а еще и в сам день рождения Александра Пушкина, социальные сети заполнятся известными стихами «Солнце русской поэзии». «Это не конкурс, это просто наша дань, так сказать, отдать дань любви, уважения и восхищения. Ну, по-моему, Пушкин – наше все». О конкурсах в период пандемии коронавируса во Дворце национальных культур было очень много. Проводили онлайн. Среди них фотоконкурсы «Редкие минуты счастья», «Подари улыбку мира», «Дорогое яичко ко Христову дню». К 75-летию Великой Победы была создана обширная программа мероприятий – видеомарафон «Песни Победы» участников творческих коллективов Дворца, поэтический марафон «Имя – твое победитель», видеочеллендж «Голубь мира». Коллективы Дворца принимали участие и в конкурсах российского масштаба. Например, во Всероссийском фестивале «Виктория», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый из нас поучаствовал в разных номинациях и завоевали призовые места. Стали лауреатами первой, второй, третьей степени, дипломантами первой степени. То, что тоже очень приятно и радует. Но на сегодняшний день диплома мы ожидаем. В феврале во Дворце запустили новый проект – разговорный клуб на татарском языке «Тугантель» в переводе родной язык. Первый урок прошел в дружной обстановке во Дворце еще до начала пандемии, второй уже онлайн. Разговорный клуб у нас мы провели в формате видеоурока, где каждый может попробовать свои силы в татарском языке. То есть Азы сначала мы там дали, первый видеоурок провели. Такой мастер-класс на татарском языке вместе с Алиной Дамировной Вали Ахметовой. Она у нас руководитель народного коллектива татарской башкирской культуры «Ялкин». Вместе с ней мы совместно такой проект сейчас продвигаем, развиваем. Видеоуроки записывает и другой преподаватель Дворца, руководитель клуба гиревого спорта и силового жонглирования Родион Нургалиев. Он записывает онлайн занятия, отправляет их в группу ВКонтакте и его ребята обязательно должны подтвердить и показать то, что делает Родион и показать свою квалификацию сами. Дворец культуры работает в полном режиме, в онлайн режиме, на площадках-одноклассниках, ВКонтакте, в группе. Ведут прямые трансляции коллектив «Ялкин». У нас зрительный зал составляет всего 210 мест, и показывая концерты, мы охватываем небольшую категорию населения. А вот эта небольшая, скажем так, не очень приятная ситуация для всей России, возможно, помогла нам найти более большую аудиторию. Как можно больше зрителей, надеются организаторы, смогут увидеть и оценить новый проект – флешмоб к дню рождения Александра Пушкина. Читайте стихи и присылайте их в социальные сети Дворца национальных культур. Готовятся отметить Пушкинский день России и в Центральной городской библиотеке. 6 июня для поклонников чтения организованы две акции «Пушкин. Наше все» и «Читаем Пушкина вместе». Последняя является уже международной и проводится в десятый раз. И впервые в связи с эпидемической ситуацией онлайн. Статрудники Центральной городской библиотеки в рамках акции проведут прямой эфир на площадке Инстаграм в аккаунте «Тегиллип». Вы можете к нему присоединиться, он стартует в 11 часов. Мы прочитаем стихотворение любимого автора Александра Сергеевича Пушкина, как на русском языке, так и на иностранных языках. Пушкин у всех разный, у каждого свой. Поэтому мы предлагаем нашим участникам, всем желающим рассказать, какой Пушкин для него. Свой, родной, необычный. Можно оставлять комментарии, можно присылать сообщения, можно присылать свои посты в группу социальной сети ВКонтакте «Центральная городская библиотека». Участникам литературной акции «Пушкин. Наше все» предлагают поделиться мыслями о творчестве и личности солнца русской поэзии, как называли поэта еще в 19 веке, а также фотографиями книг из личной библиотеки, снимками памятных пушкинских мест, стихами, посвященными поэту. 6 июня исполняется 221 год со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А этот конкурс-праздник в режим онлайн не перенесли, но из-за пандемии коронавируса сроки отодвинулись. Финал ежегодного городского конкурса «Молодая семья» надеются организаторы пройдет в канун Дня города. «Вообще в этом году конкурсные этапы, всегда у нас городской конкурс, он у нас такой тематический, немножко в прошлом году, вы знаете, что он был посвящен году театра в России, в этом году мы городской конкурс посвятили юбилею победы, и все конкурсные этапы будут посвящены 75-летию победы в Великой Отечественной войне. То есть семьи будут и готовить видеоролики о своих дедах, прадедах, воевавших на войне и в тылу. Будут танцевать вальс победы, будут песни о войне». Кастинг на конкурс «Молодая семья» состоялся в марте. Творческий отбор прошли шесть семей. Сейчас июнь, ни одна не сошла с дистанции. На сегодня все. Обещают теплые солнечные выходные. Не забывайте, что главное – беречь здоровье своей и своих близких. Спасибо, что смотрите Тагил ТВ. Увидимся.